Абиссинская кошка Сабрина – настоящая королева. Она, как и положено лидеру, определяет иерархию всех членов котосемьи. Благодаря ее волевому характеру каждый знает свое место. Между тем, абиссинка – очень нежное домашнее существо. Сабрина осталась без дома почти год назад. В семье, где она выросла, появился маленький ребенок с аллергией на шерсть. Так представительница одной из древнейших пород кошек оказалась фактически на улице. Ее приютили в фонде Друка, после прохождения реабилитации хвостатую поместили в кота-кафе. Большое количество котиков, которые у нас здесь находятся, были когда-то домашними, некоторые были бездомными. Им требовалась срочная медицинская помощь, поэтому они в первом же порядке отправлялись под опекой фонда в клинику. Потом здоровые, вылеченные с вакцинами, прививками, попадают к нам. Соответственно, у котиков смотрят, как они ведут себя, как они относятся к человеку, как они относятся к другим котикам. Тех, кого выбросили из дома в кота-кафе, большинство. Вот Ирма. Ее оставили в подъезде хозяева после того, как кошка забеременела. На улице оказываются даже породистые животные. Хозяева бенгальского кота Грея решили переехать в другой город, но питомца с собой не взяли. Для многих хвостатых такой поворот событий – настоящее бедствие. Ведь большинство домашних животных на улице выжить не сможет. Это очень сложно, понимаете, в плане именно добычи еды. Тут ему всегда приносили чистую водичку, ему насыпали корм, у него был туалет, он знал, куда ходить. Знал, где когтеточка. Знал, что у него есть свой человек, который его покормит, напоит, пригреет. А на улице, особенно если он еще и без когтей, если это кот стерилизованный, потому что у них притупляются некоторые повадки, он не может защищаться. Впрочем, тяжело на улице и бродячим четвероногим. Особенно остров встает проблемой зимой. В Приморском крае нет официального приюта для собак и кошек, как и закона, который бы регулировал ситуацию с животными. Проблему пытаются решить различные благотворительные фонды. Они сотрудничают с ветеринарными клиниками, которые помогают в лечении и реабилитации безнадзорных животных. Организовывают пункты передержки. В авангарде благотворительный фонд «Умка». Волонтеры пытаются собрать деньги на создание центра для таких обездоленных бродяг. Он будет рассчитан на 145 кошек и 45 собак. На сегодняшний день на счету фонда немногим больше 800 тысяч рублей. Но этого явно недостаточно. Сейчас нам все работает от генератора. Потом в дальнейшем начнутся строительства вольеров. И вот тогда понадобится уже брус, щебень, галька, металлические пруты. То есть все, что можно использовать для строительства вольеров. Между тем, за границей животные давно защищены законом. К примеру, в Италии заброшенную кошку или собаку можно получить год тюрьмы. А пока в России нет законодательного регулирования относительно домашних и бродячих зверей, вернуть братьям нашим меньшим веру в человека может каждый, кто не боится взять на себя ответственность за живое существо. Катерина Матвеева, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.